Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Да, все верно. Это программа «Особое мнение». Ведущий Владимир Сметанин. Добрый день. Сегодня свое особое мнение будет высказывать Анатолий Чурин, депутат Законодательного собрания Кировской области, фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета по социальным вопросам. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю в начале передачи о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И кроме того, если у вас есть вопрос к гостю особого, то заходите смело на наш сайт с помощью специального формы. Вы можете вопрос задать. У меня масса вопросов. Начну, пожалуй, с того, что позавчера была 147-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича. И снова поднялась дискуссия в стране во многих городах о том, а что же делать с телом Ленина, который лежит в Мавзолее, а что же сделать с многочисленными памятниками, которые установлены и у нас в стране, и далеко за ее пределами. Кстати, по последним данным, у нас в России насчитывается порядка 6 тысяч памятников Владимиру Ильичу и бюстов ему. Вот. Ну, переносить, не переносить эти памятники, оставлять их в том виде, в котором они сейчас находятся. Ваша позиция хотелось бы, Антон Михайлович, услышать. Ну, давайте начнем с архитектурного наследия памятники. Ну, я думаю, что у нас есть уже наглядный пример борьбы с памятниками. Это Украина. Вот с чего они начали, к чему пришли. И я очень боюсь, что это такой посыл, когда надо что-то делать с памятниками. Это, в общем-то, вызывает очень негативную реакцию в целом. Это развязывает руки многим, так сказать, явлениям, которые для нас неприемлемы. Поэтому я считаю, что трогать ничего не надо. Это памятники установлены, они установлены сознательно. И поэтому сегодня они есть как бы факт того, что было когда-то в нашей истории. И трогать ни в коем случае нельзя. А есть мнение, что пока этот вопрос стоит, нужно отложить? Что пусть последующие поколения подумают о том, что же делать с этими памятниками? Ну, можно все, что угодно говорить сегодня. Но, в принципе, я считаю, что раз этот памятник стоит, то его и трогать не надо. Мы уже совершили в свое время ряд ошибок, когда разрушали то, что было до, так сказать, революции. И если сегодня идти по тому же пути, значит, мы еще наделаем глупости и ошибок. Этого как раз хотелось бы избежать. Ну, а то, что касается Владимира Ильича Ленина, то здесь, по-моему, ответ однозначный. Трогать тоже ничего нельзя. В заливы имеете в виду? Да, трогать. В свое время Ленина похоронили по воле народа. Именно таким образом это было решение поколений, так сказать, тех, кто жил до нас. И нам сегодня, живущим после этого, в общем-то, наверное, не резон ломать то, что было сделано. Но, естественно, возникает вопрос. Вот каждый раз тогда приближается день его рождения. Возникает, так сказать, вот эта дискуссия. И сразу возникает вопрос, кому это надо сегодня? Я думаю, что Ленин такая фигура в истории, и пусть его даже нет 93 года, сейчас вот уже, так сказать, он ушел из жизни, но он до сих пор вызывает огромный интерес. И не случайно, и при жизни уже тогда его говорили выдающиеся деятели культуры, что это человек гигантской, так сказать, гигантских масштабов. Это политик, который, так сказать, с которым мало кто сравнится до сих пор. И, конечно, заслуга Владимира Ильича Ленина в том, что он сумел прорвать вот эту, или сделать брешь единой капиталистической экономики. Он сумел в одной из самых крупных стран в мире ликвидировать эксплуатацию человека человеком. А многие называют этот опыт неудачным. Ну, неудачным-то ведь почему неудачным? Он как раз удачный, претензии предъявлять, наверное, не к нему, претензии на определять тому руководству, которое, так сказать, к последователям. Да, к последователям, которые переродились и потеряли все те завоевания, которые были достигнуты при Советском Союзе. А Ленин тут ни при чем. Он, наоборот, так сказать, создал такое государство, которое выдержало такие испытания, которые не выдерживало ни одно государство в мире. Даже вспомнить гражданскую войну. Хотя сегодня говорят, что Ленин виноват в гражданской войне, не он развязал гражданскую войну, не большевики развязали ее. Гражданская война, причина основная в том, что в страну вторились 14 держав, которые развязали, так сказать, интервенцию против Советской России. А при поддержке интервентов начались, так сказать, восстания белогвардейцев. Поэтому говорить о том, что Ленин развязал, нет. В свое время, я не знаю, учили ли вы в школе, я в свое время хорошо запомнил, была целая глава в учебнике «Триумфальное шествие Советской власти». Действительно, в течение буквально двух-трех месяцев Советская власть усыновилась на всей огромной Российской империи. И поэтому говорить о том, что развязана была гражданская война, это, по крайней мере, неверно даже с исторической точки зрения. В память об этом и из уважения к этому. Да. Все нужно оставить, статус-кво нужно сохранить. Ленин уважает до сих пор сегодня во всем мире. Его, правда, ненавидит вся буржуазия. Ведь почему ненавидит? Ненавидит, потому что он сделал такое, что для буржуазии все страны сегодня страшно просто-напросто. Он лишил власти в целой стране класс буржуазии, отобрал возможность эксплуатировать людей. И для этого, конечно, и самое главное, что именно удачен был его эксперимент, хотя, кратый эксперимент, это было очень удачно, выверено. Вообще он был теоретик, мыслитель, у него написано огромное количество книг, вы знаете, что более 50 томов. Ну, полное собрание сочинений, конечно. Да, и ни один сегодняшний политик рядом с ним стать не может, потому что нет таких сегодня политиков по масштабу. Хорошо, ну, вы так аргументированно обосновали свою позицию, что ничего менять не надо. Нет, трогать здесь ни в коем случае нельзя. И тело мы взяли, и памятники на своем месте. Главное, если мы сегодня это тронем, то, значит, мы, по сути дела, отрекаемся от целого пласта нашей истории. Это фактически 20 век, это век как раз подшел под знаменем Ленина, и мы фактически отказываемся. А что такое народ без истории? Вот мы сегодня видим, опять же, на примере Украины. Хорошо, переходим к следующей теме, к вашей деятельности уже не только в роли депутата регионального парламента, но еще и как советника, временно исполняющего губернатора Кировской области Игоря Васильева. 13 марта стало известно о том, что, ну, и произошло само событие. Вы стали советником, сказал ваш адрес, цитирую, в РИО опыт, который вы получили, работая в органах исполнительной власти области, несомненно, поможет нам многого добиться. Мы будем совместно с вами работать над новыми подходами и инновациями в образовании. Многие задались вопросом, ведь Анатолий Михайлович Чурин до этого момента выступал с критикой современной действующей власти, да, и вот тут новость о том, что вы согласились быть советником. Многие увидели какой-то такой подвох, поясните, что произошло. Здесь нет противоречия. Во-первых, с критикой я выступал именно о действии власти, поскольку власть принимала такие решения, которые не способствуют сегодня и стабилизации в обществе, не способствуют экономическому развитию. И я думаю, что и впредь это право за собой я оставляю, как депутат законодательного собрания. Поэтому здесь противоречий никаких нет. Конечно, для некоторых с позиции личных амбиций, там, партийных пристрастий кажется, что так быть не должно. Но ведь давайте рассуждать, КПРФ всегда выступала в защиту интересов людей, простых людей. И естественно, что если сегодня я, являясь советником губернатора, в какой-то степени могу повлиять на развитие образования в лучшую сторону... Так, донести свое видение, да, собственно? Да, то я считаю, что это большое дело. Если мы сумеем сохранить систему образования, дать возможность ей развиваться и в дальнейшем, то тогда я считаю, что это будет на пользу, в том числе и авторитету КПРФ. Это работа, вот работа советника, она в каком формате выстраивается? Это не знаю, встречи регулярные, вы какие-то материалы готовите, вас приглашают куда-то. Расскажите поподробнее, что такое советник? Второй такой, так сказать, как бы заход. Все время еще Белых Никитая Юрьевич предлагал быть советником. Я когда-то отказался, сказал, что я не понимаю, в чем роль, так сказать, моя будет как советника. А вот сейчас, поскольку ситуация изменилась, и я пришел к Игорю Владимировичу... Ситуация изменилась в смысле, команда другая? Да, Игорь Владимирович пришел с предложениями, с конкретными, и, показав эти предложения, сказал, что если вы разделяете мою точку зрения на эти вещи, то да, я готов работать. Поделитесь, пожалуйста, с нами, что за предложения? Предложения простейшие. Первое, если вкратце суммировать, надо восстановить все то, что работало в свое время и работало эффективно. Прежде всего, я считаю, что нужно восстановить ту систему управления, которая действовала в Кировской области, вот в системе образования. Что мы имеем в виду? Какой период? Это вот период, который с 2006 года, в течение 10 лет у нас работает так называемая образовательная округа. Вся система управления строится через образовательную округа. То есть есть центральный аппарат вот здесь, а половина примерно всей численности аппарата находится в округах, то есть на местах, в районах, и через них идет управление, так сказать. Для чего это делалось? Подождите, это разрушено, что ли? Мы как-то говорим об этом в прошедшем времени. Вот при Никите Юрьевиче начался процесс разрушения. В 2014-2015 годах были сокращены количество отношений управления. Их там было семь специалистов каждого управления, оставили по четыре. Сейчас вот уже новая команда сократила еще по одному человеку. Осталось... Это все в целях экономии, простите, делается? Ну, конечно. Модернизации, то есть? Прежде всего, экономии, наверное, по сколько денег не хватает. Но это разрушая управление, мы тем самым подрубаем вообще всю ту логику развития, которая существовала на протяжении последнего десятка лет. Ну, трудно спорить, да. И поэтому, естественно, что я предложил в первую очередь, давайте мы восстановимся, прежде всего, систему управления, чтобы она работала именно на всю нашу, на развивательную сеть. Да, простите, еще эту систему кто разрабатывал? В том числе вы или... Ну, прежде всего, как раз... Прежде всего, вы. Да, прежде всего, я, с источником, да, у истока этого, так сказать, создания вот этих округов. Мы тогда активно очень изучали опыт Самарской области, вместе с Александром Александровичем ездили туда. С Галицким. С Галицким, да. Изучали этот опыт, смотрели. И поскольку тогда уже ситуация немножко менялась с законодательством, мы скопировали в чем-то, но в основном это наш уникальный такой опыт, которого нет больше в стране. И поэтому, естественно, что в этих условиях мы гордимся и до сих пор гордимся тем, что вот сумели создать такую систему управления отраслью. Давайте сделаем все-таки небольшую паузу и далее по предложениям еще продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство». Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Напоминаю, что особое мнение сегодня Анатолия Чурина, депутата Закособрания Кировской области, зампредседателя комитета по социальным вопросам регионального парламента. Ну а сейчас мы сосредоточились на том, что Анатолий Михайлович с 13 марта еще и работает советником губернатора, временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Васильева. По вопросам образования так можно уточнить. Итак, вы предложили восстанавливать образовательные округа. Нет, предложили восстановить всю систему управления, которая существовала на протяжении последних 10 лет. Там ведь не только система в том, что создать органы управления в качестве образовательного округа. Мы еще и пошли по пути создания общественных советов в каждом округе. То есть там привлекалась общественность, эти советы учитывали мнение на местах. И в принципе эта система оправдовалась в том отношении, что управлять стало возможно очень оперативно. Мы знали практически ситуацию в каждом образовательном учреждении. Можно было оперативно выяснить, как это происходит, что происходит. Поэтому, но это даже не самое главное. Эта система управления, она работала еще на будущее. Мы все прекрасно понимаем, что наша область, область, где за последние годы резко сократилось население, количество учащихся сократилось почти в два раза. И естественно появилось огромное количество малокомплектных, малочисленных школ. Сегодня примерно около 70% всех школ это малокомплектные, малочисленные школы. Но ведь дети там не виноваты, они должны получать такое же образование по уровню. Так и в городе, как и в другой любой школе. И поэтому надо было искать какие-то подходы и шаги. Но главная беда в том, что нельзя в этой маленькой школе создать такие условия, как можно создать в крупной школе. Ну вот не поставишь в кабинет физики, химии, стоимость которого около полмиллиона рублей. На двух учеников. Да, на двух-трех учеников. В смысле никакого нет. Поэтому нужно искать какие-то другие подходы. И мы пришли к выводу о том, что нужно... Я все время путаюсь, простите, Наталья Михайлович, мы это кто? Ну, департамент образования. А, вы о той работе еще рассказываете. Тогда, в шестом году все шло. Поэтому мы, так сказать, и работали над этим вместе. Ведь я не скажу, что я только в одиночку свои указания ценные давал. Нет. Конечно, это все обсуждалось. Это все, так сказать, каким-то образом пытались найти такие подходы, чтобы они работали. И вот мы считали, что в тот период посчитали нужным, нужно создать новую сеть образовательных учреждений. Потому что были школы, которые работали успешно. Но нам-то хотелось, чтобы вся система работала успешно. Чтобы дети, учившиеся в Кировской области, они получали соответствующее хорошее образование. И мы пришли к убеждению, что нужно создать на местах опорные школы, которые бы объединили вокруг себя все начальные небольшие школки, основные небольшие школы. И делились с ними ресурсами, своими кадрами. То есть учителя могли проводить там соответствующие уроки. Дети могли приходить в эту школу. И самое главное, чтобы эти школы опорные отвечали за то качество, которое получают дети в маленьких школах. Потому что они придут заканчивать образование, эти дети, именно сюда, в эту большую, крупную, среднюю школу. Простите, так вот получается, вот эта сейчас система-то будет реализовываться, о котором буквально недавно было сообщено. Да, да. Создание на базе 40 школ в райцентрах, вот этих центров общего образования. Мы в тот период создали 18 государственных школ. То есть эта история-то не новая. Это история-то больше, чем 10-летней давности еще. Предложили создать эти школы опорные, сделать государственными. И вот в 2010 году эти школы были созданы. Первые, их было 16 в начале. Потом появился еще лицей в Простнице. А потом еще у нас вот этот центр по работе с, как называется, где он находится? Ну, потом вспомню. Хорошо. Вот. И таким образом, значит, всего 18 государственных школ, которые сегодня работают как вот школы, которые являются определенными центрами всей этой системы. И в тот период мы сразу же губернатору положили на стол наше видение. Тогда было где-то порядка вот 60-100 школ, мы говорили, что нужно создать 100 школ государственных. Но количество детей... Это еще при губернаторе Шаклеевне? Нет, при губернаторе уже белых. И он тогда это озвучил, кстати, немножко неправильно выразил свою мысль, что нужно в Кировской школе всего оставить 100 школ. Нет, не 100 школ нужно было оставить, нужно было создать 100 государственных школ. Вот. И, но поскольку тогда процесс, количество детей сокращалось, и мы поняли, что смысла нет, школы становятся все меньше и меньше, и мы пришли к убеждению, что нужно в каждом районе создать такую государственную школу. Вот о чем сейчас... О чем сейчас громко заявлено. И эту идею как бы поддержала новая администрация. Вот сейчас, грубо говоря... Ну, можно сказать, что это ваше предложение? Это ваше предложение. В качестве советника вы вот такое озвучили позицию. Это предложение я озвучил как раз даже на первой встрече. Это предложение нашло поддержку. Вот сейчас прорабатываются вопросы. Нужно все эти школы передать с муниципального бюджета на областной бюджет. Областной? Это трудно, кстати? Да нет, это практика уже наработана, мы это проходили все. Но самое-то главное, что теперь вот правительство Кировской области, Министерство образования Кировской области будет иметь возможность назначать руководителей этих школ. Они отвечают за работу этих школ. То есть, министерство на себя берет ответственность за вот эти 40, а теперь уже не 40, а их будет почти 60 государственных школ, которые будут составлять вот некую сеть опорных таких центров. А вокруг каких-то опорных центров мы будем формировать сеть из небольших, начальных, основных школ. Это сельские школы, деревенские школы. Это в основном сельские школы. И вот за счет этой такой структуры мы и надеемся, что новая сеть, она будет удовлетворять запросы как учащихся, так и родителей. Именно в качестве образования. Сроки реализации? Сроки реализации я предлагаю это сделать до 1 сентября и даже до 1 июля, но почему-то пока... Этого года? Да, этого года, потому что оттягивать нельзя. Нужно в Новый год вступать учебный уже, так сказать, вот с этой сетью. Потому что потеряв полгода, мы отступаем еще дальше. А я считаю, что те два года, которые прошли сейчас, это годы, которые потеряны пока. Ничего не стоит. Именно вот в этом направлении, да? Да, и не только в этом направлении. И поэтому надо ускорить этот процесс, и эти школы должны заработать. Поэтому я думаю, что нам удастся убедить руководство области в том, что это надо сделать как можно быстрее. Как можно быстрее. Это вот второй момент, который я озвучил, так сказать, на встрече с Игорем Владимировичем. И еще один был момент, который также, кстати, в перспективном плане еще вырабатывался давно. Сегодня очень важно для учителя, чтобы его постоянно, так сказать, сопровождала методическая служба, чтобы учителю помогали осваивать новые методические подходы, педагогические технологии, методики и так далее. К сожалению, Министерство Российской Федерации, образование Российской Федерации, совершенно не уделяет этому абсолютно никакого внимания. И если в годы советской власти у нас существовала методическая служба, которая базировалась на районах, в каждом районе был методический кабинет, то сейчас это все, по сути дела, разрушено. И нужно воссоздать методическую службу уже на новом, совершенно, так сказать, уровне и новом качестве. И мы предложили, чтобы в каждом образовательном округе, их сегодня 8 в области, создать некий методический центр, который бы был скомплектован специалистами. У нас сегодня 6 предметных областей, то есть это, например, филология, математика, там еще другие предметные области, чтобы эти специалисты имели возможность работать с учителями, им нужно дать хорошую заработную плату. Они должны быть все подчиняться Институту развития и образования, все эти центры. И тогда мы выстраиваем очень четкую позицию. С одной стороны управленческая вертикаль, сверху донизу, с другой стороны методическая вертикаль. То есть, с одной стороны мы работаем с управленцами, как орган управления, а с другой стороны мы работаем с каждым учителем, поскольку для них сегодня это очень важно. Идут внедрения новых стандартов образовательных, так что все это вписывается. Это было третье мое предложение. Простите, я еще уточню, эти специалисты есть для метод кабинетов? Есть, их можно найти сегодня. Документально? Кто такие специалисты? Это самые лучшие учителя, которые прекрасно владеют методикой, которые знают свои предметы, знают секреты своего предмета. Поэтому они должны делиться опытом. То есть, надо постоянно обмениваться. Это вот третье было предложение, которое я высказал. Было еще одно предложение. Мы сегодня с вами много раз уже, кстати, говорили на эту тему, что в области очень назревает такая сложная ситуация с кадровым обеспечением. Преобразование-то проводим, а работать-то кто будет? Преобразование. Поэтому я высказал еще одну идею о том, что нам нужно просто перейти на подготовку педагогических кадров на основе областного заказа, о чем идет речь. То есть, сейчас просто институт, получая, так сказать, из федерального бюджета деньги, он и соответствующий... Определенное количество мест. Он просто объявляет, так сказать, прием, и люди идут. Но сегодня это уже анахронизм. Сегодня, во-первых, мы готовим в никуда. То есть, пришли люди, а еще никто не сказал, что они придут в школу именно. А нам нужно сегодня конкретно знать, что вот в 2020 году в такой-то школе не будет учителя физики, потому что учитель уходит на пенсию, к примеру. И мы должны к 2020 году подготовить специалиста, чтобы он туда пришел и занял его место. Иначе просто бессмысленно все. То есть, мы должны очень составить четкий план действий по годам, по районам, по образовательным организациям и понимать, что вот мы должны сейчас работать над тем. Причем, мы должны очень четко настроить руководителей школ, чтобы они заботились о своем обеспечении кадровым. Почему? Потому что все сегодняшние учителя сидят за школьной партой. Никто нам никого не приведет за руку. Поэтому мы должны... То есть, это современные ученики, да? Да, это современные ученики, поэтому надо с ними работать. И я категорически против, чтобы мы по-прежнему брали, так сказать, на педагогические специальности людей после двух негативных отборов. Ведь кто сейчас идет учиться на учителя? Это те, кто неудачно, может быть, так сказать, закончил школу, не поступил куда-то, куда хотел, мечтал. То есть, запасной аэродром такой, запасной район получился. Да, и пошел туда, куда, где попроще. Нам этого нельзя делать, потому что таким образом мы как бы подготовим плохих учителей. А что такое плохой учитель? Плохой учитель — это 40 лет плохой работы. Это страшная вреда для детей, которые попадают к этому учителю. Поэтому, так сказать, заранее нельзя даже настраиваться на то, что учитель может быть плохим. Поэтому вот это было четвертое предложение. И в пику этого, чтобы, так сказать, ну, там много вопросов возникает, а как нам привлечь молодежь и так далее, и так далее. Вот при сегодняшней ситуации привлечь молодежь очень сложно. Но, возможно, как сделать? Надо на первых порах выполнить тот, так сказать, тот пункт, так сказать, или обещаний, или планов, которые были в свое время. Вот сегодняшняя система оплаты труда предполагает, что постоянный оклад учителя не должен быть меньше 70% общей зарплаты. То есть вот есть общая зарплата. Допустим, учитель зарабатывает, грубо говоря, 10 тысяч рублей. А у него оклад за энное количество часов равняется, грубо говоря, 5 тысячам. То есть вот его оклад должен быть не менее 70%. Вот сегодня у нас оклад в Кировской области официально утвержден 6700 рублей. А средняя зарплата по области равняется 21 тысяче рублей. То есть получается, что оклад 6700, а все остальное ему идет доплаты, компенсации и так далее. Это неправильный подход. Поэтому я и предложил, давайте мы рассмотрим сегодня вопрос. Если 21 тысяча в среднем это средняя зарплата, то 70% это примерно 15 тысяч. Давайте установим 15 тысяч, оклад, и учитель, любой, молодой учитель, он будет понимать, что он пришел не на 6 тысяч рублей, а он пришел все равно на 15 тысяч рублей. И он, соответственно, будет понимать, что он заработает чуть-чуть больше, чем мог бы. Значит, мы должны привлечь. Но мы должны еще и удержать учителя после того, как он пришел. Выстроить систему такую, благодаря которой он сможет еще. Конечно. Получил образование, пришел в школу и остался в школе работать. То есть мы должны выстроить, мы должны обеспечить его жильем, мы должны обеспечить его повышение квалификации и так далее. И так далее. Там много вопросов разных. И вот эту всю систему нужно все увязывать с единым таким областным заказом на педагогические кадры, подготовка. В общем, чувствую, такая беседа-то у вас обстоятельная была с главой региона. Да, беседа была обстоятельная. Я не скрывал все, что это отработано практикой, это продумано годами. То есть я ничего не выдумываю здесь абсолютно. Здесь нет ничего такого, что могло бы, так сказать, ну как это, такой, в эйфории какой-то. Это здесь все реально. Это на самом деле жизненно. И поэтому, если сегодня эти вещи принимаются, то тогда мы на первых порах мы останавливаем то сползание, которое уже наметилось вниз. А дальше мы начинаем развиваться. Мы начинаем готовить кадры, мы, так сказать, оснащаем и так далее. Причем очень важна здесь роль управленческих решений. Вот простейшее управленческое решение, о котором тут недавно вспомнили, встречаясь с Валентином Николаевичем. Давайте буквально минуту, успеем, чтобы это реклама. Нет, продолжите, в минуту ложитесь и на рекламу. Значит, вспомнили с Валентином Николаевичем в свое время. Пугач. С Пугачем, да. Простейшее было решение, но очень важно, какое. Значит, все время губернатор ставил перед нами задачу о том, что у нас лучшая учащаяся уезжает за пределы области и поступает в другие институты. Ведущие, в том числе, вузы страны. Да, ведущие институты. Как сделать так, чтобы и здесь лучшие учащиеся оставались и поступали. И было принято такое решение, что все выпускники школы, которые оканчивают школу с серебряной, золотой медалью и получают 100 баллов, они будут получать из бюджета области дополнительную пенсию, где-то в 2500 рублей. И понимаете, какая вещь произошла? Когда первый раз мы собрались с этими ребятами, их было где-то десятка-полтора, но не больше. Потом их стало уже за 500. То есть вот одно управленческое решение, и оно сразу же подтянулось за целую цепочку. Оно заставило работать в школу с этими детьми. Детей заставило подтягиваться. И у нас вузы получили огромное количество таких высокобальников. Но я вот не знал и узнал как раз о том, что это решение отменено сегодня. Вы так называемые губернаторские стипендии имеете в виду? Губернаторскую стипендию. Да, вот это стипендия, кажется, и называли губернаторскую. Ее решили отменить. Но это же ведь, опять же, за собой потянет. Ну и еще один пазлик в этом. То есть вот эти вещи, которые нельзя делать сегодня, раз уж, так сказать, взяли курс на это, надо и выдерживать. И говорить о том, что у нас сегодня не хватает денег. Ну, наверное, денег не хватает, их всегда не хватало. Дождите, а вы озвучили предложение возобновить эту стипендию? Конечно. Озвучили. А, кстати, недавно была информация, что речь идет о том, что нужно вернуться к этому снова. Может она вернуться? Да, обязательно вернуться, иначе мы просто теряем тут очень много. Давайте сейчас на рекламу уйдем. Я напомню, что это особое мнение Анатолия Чурина. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101-FM. Продолжается «Особое мнение», вернее, уже мы в финальную стадию входим. Анатолий Чурин, гость нашей студии, депутат Закособрания Кировской области, зампредседателя комитета по социальным вопросам. У меня были, на самом деле, еще вопросы, но мы, видимо, продолжим эту тему работы советникам. Кстати, советникам-то на безвозмездной основе. Да. На безвозмездной основе по образованию. На общественных началах. Да, сколько, 4-5 уже предложений мы озвучили, которые вы, собственно, положили на стол, так будем выражаться, Игорю Васильеву. В прямом смысле на стол. В прямом смысле на стол, да, положили. Еще предложение хочется знать. Да, и еще было предложение, которое тоже очень, так сказать, уже назревшее предложение. Вот сегодня, да и губернатор тоже, не этот и тот, ставит вопросы о том, что наши выпускники, которые окончают техникум, например, они не идут работать на промышленные предприятия, то есть или мы плохо идем. То есть не по специальности по своей, да? Да, или они уходят куда-то в другое место. То есть есть некий перекос в подготовке специалистов для экономики. Но этот перекос, много раз обсуждалось причины этого перекоса и так далее. Главная причина заключалась в одном. И заключается в том, что никто не делает заказа на этих специалистов. То есть ведь система образования, она работает под заказ. Мы не можем, если нам не дают заказа, значит, все идет самотеком, все идет стихийно. Открываются специальности, которые, так сказать, там есть возможности открыть эти специальности и все. А дальше уже, так сказать, выпускники сами выбирают себе дорогу и так далее. Хотя последние годы там тоже много таких вещей было, чтобы направить их целенаправленно на конкретное производство. Но есть одна вещь, которую надо обязательно сделать. Это создать некий орган, и я предложил такой орган создать при Министерстве экономического развития Кировской области, который отвечает за экономическое развитие. Создать такой орган, который бы планировал подготовку таких специалистов, чтобы он работал с каждым конкретным предприятием. Работал, ведь каждое предприятие наверняка планирует для себя. А, ну, то есть, грубо говоря, просто проще, вернее говоря, на это предприятие нужно столько слесарей, столько других специальностей. Или вот открывается новое производство, вот это производство, нужны такие-то специальности. То есть, нужен орган, который бы этим постоянно занимался и говорил, что нужно вот количество таких, допустим, токарей, слесарей, фрезеровщики, аппаратчики и так далее. Такой оберплан. Да, но в свое время было планирование, почему мы отказались, эта идея хорошая была. И вот эту идею, так сказать, я настоятельно рекомендую, так скажем, и пытаюсь ее реализовать, потому что это очень важно сегодня. И еще в догонку этому я просил губернатора и просил Дмитрия Александровича Курдюмова не трогать сегодняшние техникумы. Почему не трогать? Потому что в свое время все эти техникумы были еще училищами. Они вот сегодня, они только начали... А вы имеете в виду, что сейчас там тоже есть планы как-то их сливать? Да, там появились некие планы, там, оптимизировать, так сказать, объединить и так далее, и так далее. Так, вы говорите не трогать. Да, я предложил не трогать. Почему? Потому что они были вчерашними училищами, профессиональными училищами. Сегодня они стали техникумами. Они еще не поняли, не почувствовали, в чем разница между училищем и техникумом. А разница очень большая. И вот сегодня надо дать возможность им, прежде всего, состояться как техникуму. Второе. Они в свое время, все эти училища были на федеральном бюджете. Взяли мы на бюджет областной, тогда федерация передала. Денег сразу же... Меньше стало. Да, меньше стало. Мы потеряли возможность оснащать соответствующие участки, так сказать, специальности и так далее, современным оборудованием. Надо дать время, чтобы они то же самое подтянулись, иначе смысла не будет. Ну вот, не знаю, по моим ощущениям, все же, мне кажется, меня услышали. Услышали. Да, поэтому хочется, чтобы вот эта такая спокойная работа, она где-то года три, на мой взгляд, должна вестись. И тогда мы увидим, это все выкристаллизуется. Поймем, что вот этот техникум сегодня отвечает тем задачам, на которые он нацелен, а этот, может быть, так сказать, требует какой-то... А сейчас в каком формате ваше общение в роли советника с руководством региона будет проходить? График какой-то встречи или в любое время вам может в Рио позвонить, посоветоваться? Да, это как бы, так сказать, само собой. Но вот сейчас идет работа над созданием некой дорожной карты. Вот мы на 27 число договорились с Игорем Владимировичем, что мы встречаемся с ним и представляем вот эту дорожную карту со всеми нашими, так сказать, предложениями. Есть предложения у нашего университета, мы встречались, обсуждали эти вопросы и нашли, так сказать, взаимопонимание практически по всем направлениям. Поэтому мы совместно вот сейчас подготовим такую дорожную карту, представим, я думаю, что должен появиться какой-то такой документ на уровне правительства, который... То есть некая программа. Да, некая программа там со сроками, с конкретными ответственными, и тогда начнется плановая реализация всего того, что там определено. Если это состоится, ну это уже будет шаг большой вперед. Но вы надеетесь, что все-таки это произойдет, установленные сроки. Ну а иначе смысла просто нет. Ну, в любом случае, вы готовы и дальше делиться своим опытом? Ну, конечно, как иначе, потому что... Несмотря на то, что не все так и воплощается, бывает, в жизни-то? Ну да, я понимаю, что... То есть вы за то, что все-таки конструктив находите. Определенные трудности, но если не проявлять волю, настойчивость, можно и последнее, то, что имеем, мы растеряем. Поэтому нужна настойчивость, как говорят, политическая воля, и только тогда можно решить все эти вещи. — Хотел вас спросить, конечно же, спрошу об этом. Вы ранее высказывали такую обеспокоенность тем, что во главе Министерства образования нашего региона долго не было полноценного руководителя. И вот, наконец-то, этот руководитель появился. Это Михаил Васильевич Юсупов, известная достаточно в сфере образования личность. Долгое время руководил физмат-лицеем. Вот вы чувствуете у Михаила Васильевича его способность, его охватку возглавлять Минобору? — Сочувствуйте пока. — Да, потому что, понимаете, он был хорошим руководителем лицея, при нем лицей имел хорошие позиции всегда. Но, понимаете, очень большая разница между тем, что ты руководитель одного конкретно образовательного учреждения, а здесь есть тема. И пока нет представления в целом, что она из себя представляет, как вот целое такое, то, конечно, очень сложно принимать решения, руководить и так далее. Поэтому сейчас вот рано давать какие-то оценки, мне кажется, надо все же выдержать определенный период, когда человек познакомится, когда он поймет, что на него свалилось, как этим управлять всем надо. Тогда можно уже делать какие-то, может быть, выводы. А пока это только работа вот еще началась. — Сколько времени нужно руководителю Министерства образования, чтобы понять, представить, что с тобой система представляет? — Не меньше года. — Не меньше года? — А объем очень большой, там, так сказать, много всяких вопросов. Система, она многослойная, от дошкольных учреждений до техников. — Ну, вы об этом можете часами говорить. В вашем-то почти что 30-летним опытом работает. — Могу говорить, это, так сказать, мне очень дороже. — Ну, давайте о городском еще образовании. Вы тоже видели, да, эти новости о том, что планируется у нас и строительство. В ближайшие 8 лет 13 новых школ строительство планируется. К 15 кировским школам хотят сделать пристрой, чтобы расширить. Вот это, как оценивать, это достаточно, недостаточно? — Некую маниловщину, напоминаю. — Маниловщину? — Да, потому что что такое сегодня школа? Школа, это каждое место, это как бы миллион рублей. Это огромные деньги. Я не знаю, откуда они сегодня появятся в течение, так сказать, ближайших лет. Ну, то, что дает федерация, это не покрывает и половину расходов. Поэтому, естественно, что 8 лет, ну, дай бог, никто против этого не будет. — Но планы такие, сами по себе они дают. — Планы хорошие, они, так сказать, впечатляют. Но эти планы должны, наверное, быть просчитаны. А пока только там вот я прочитал, что мы будем подавать заявки, так сказать, в министерство. Но подавая заявки, нет еще уверенности в том, что эти деньги обязательно по этой заявке придут. Так что тут, конечно, хотя вопрос давно перезревший, особенно в городе Кирове. И особенно вот сегодня центральная часть города, я думаю, что по вине прежнего руководства города, вот эта точечная застройка, она фактически привела к тому, что в центре города нет ни одной свободной площадки для того, чтобы построить школу. А застройка ведется, строятся огромные, так сказать, микрорайоны. Да, целые возникают. Да вот здесь, в центре, прямо в центре, даже можно назвать вот угол Ленина и Розыр-Люсимбург, где сейчас вот строится, напротив Ленина 20 строится дом. Дальше, ниже, на территории Кисточки тоже будет строиться большой дом. Там ниже еще огромная высотка поднялась. А школа-то одна, десятая. 28-ю школу превратили в лицей. И открыли возможности учиться всем детям города. То есть есть маленькая школка 24-я, которая уже захлебнулась, она ее просто так сказать. Поэтому вот мне кажется, что руководство города здесь очень много времени упустило. И сейчас решить эту проблему будет очень сложно. То, что вы обратили внимание, все эти школы строятся на окраине, в новых микрорайонах. Ну, там понятно. Но ведь с другой стороны, вот сейчас вырос огромный микрорайон «Чистые пруды». Школы нет. Люди вообще испытывают страшное неудобство. Ведь кто-то должен же был, наверное, думать. Хотя об этом и говорили в свое время. И, так сказать, вносили предложение. Там поликлинику-то только-только открыли. Что нужно начинать социальных объектов. Что сначала нужно построить школу, детские сады. Потом возводить дома. Иначе смысла-то какого? Для чего все это делается? Ну, у нас ведь как всегда. Мы заранее как-то сложно нам подумать о том, что... Поэтому, хотя, в принципе, тут ничего сложного бы и не было. Тут, наверное, просто просчитать было все эти ситуации и весь разговор. Ну, и последний вопрос. Минута остается. Я хочу просто поинтересоваться вашим мнением о человеке, которого вы сегодня упоминали. Александр Шалинцев. Да ладно, проще скажу. Сан Санченко-Калецкий просто. Да, Александр Шалинцев. Долгое время вы с ним вместе, собственно, работали. Да, мы работали. И у нас история долгая. Да, да. И теперь он секретарь общественной палаты Кировской области. Как он вам? Ну, я считаю, что это, пожалуй, лучший выбор из всех. А был ли он вообще выбор? Мы даже не в курсе. Я не знаю. Я не могу судить. Но поскольку он состоялся, я считаю, что он все же лучше сегодня. Поэтому, дай бог, чтобы все получилось. Ну, вы с ним продолжаете общение? Ну, если бы придется, то никакие проблемы не будет. Я думаю, надеюсь. Хорошо. Это Анатолий Чурин, депутат Заксобрания Кировской области, зампредсателя комитета нашего парламента по социальным вопросам. Завершается на этом программа особое мнение. До новых встреч. Спасибо большое. Всего доброго. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok